Доброе утро! На канале Культура. Время новостей. С вами Татьяна Цепляева. Коротко некоторые темы выпуска. Это будет не только мнение одного музыканта. Каким мы увидим Чайковского, определены победители конкурса эскизов памятника композитору. Мы будем в течение следующего года и 22-го года въезжать в новое здание. В Москве восстановлено сгоревшее пять лет назад здание библиотеки Института научной информации по общественным наукам. Искусственный интеллект пытается изобразить, как эти статуи выглядели бы, если бы они были живыми людьми. В Петербурге открыли пространство для совместной работы художников и ученых. В Петербурге объявили имена победителей конкурса эскизов памятника Чайковскому. Его установят перед концертным залом Мариинского театра. Жюри признало лучшими работы сразу двух скульпторов. Первый из проектов победителей изображает композитора в полный рост с папкой нот в руке. Другой представляет собой пластины, параллельно расположенные друг над другом и формирующие очертания лица Чайковского. По словам художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева, какой из двух памятников установят в Петербурге, будет зависеть от выбора музыкальной общественности. Это будет не только мнение одного музыканта из музыкантов. Уверен, что к этому присоединятся огромное количество выдающихся музыкантов нашей страны. Петербург не должен и, мне кажется, не может потерять хотя бы один из них. В Москве восстановлено сгоревшее пять лет назад здание библиотеки Академического института научной информации по общественным наукам. Скоро туда вернется уцелевшая часть архива. С подробностями Дарья Укнева. Длинный ряд пилонов, широкая лента окон, футуристичный фасад со знаменитой на весь мир аббревиатурой ИНИОНРАН. Институт научной информации по общественным наукам возвращается на свое место. Снова украшение Нахимовского проспекта. Будто не было пять лет назад страшного пожара, который за двое суток уничтожил почти три миллиона книг. А здание превратил в руины, такие, что пришлось снести и строить заново. Теперь ИНИОН спешит перевернуть страницу. И уже идет конструктивное обсуждение, как мы будем в течение следующего года и 2022 года въезжать в новое здание. На место вернулся и мост, и причудливая арка-портал. Воссоздали зенитные фонари на крыше. Свет в читальном зале днем по-прежнему будет солнечным. Цвет облицовки сменился с желтоватого на серый. Копия не точная, но очень похожа. На первый взгляд, все в соответствии с первоначальным проектом. Сын автора проекта, прежнего ИНИОНа, жалеет лишь о бассейне перед зданием. Его заменит амфитеатр. Задуманный для охлаждения советских ЭВМ водоем сейчас никому не нужен. Люди, которые работали в библиотеке, вот этот вот плеск воды и отдаление от проезжей части помогало им погрузиться в атмосферу работы, сосредоточиться. Крупнейшая библиотека в мире, которая собиралась с 1918-го. Здание храма науки проектировали по плану монастыря. Шедевр советского модернизма 60-х. Вот эта белокаменность и вот эта замкнутость объема, это некая отсылка к такой монастырской углубленной жизни. Только если монахи углублены в молитву, то здесь можно было углубиться в книги. Камерность сохранили, но здание стало более вместительным. Вместо трех-четыре этажа есть место для научной работы и для музея редкой книги. Под землей два новых хранилища. Поместится как минимум вдвое больше. Сейчас там монтируют стеллажи. Особое внимание пожарной безопасности. Все конструкции железобетонные, большой объем вентиляционного оборудования, противопожарной защиты и газовое пожаротушение. Оно помогает исключить пожары в будущем. К переезду в новые хранилища уже готовятся. Часть спасенных от огня и воды документов в холодильниках. Только мороз мог уберечь бумагу от плесени. Их вот-вот начнут постепенно просушивать. Часть книг, в том числе редчайшие фолианты, которым больше 300 лет, в коробках, на складах, уже пять лет недоступны читателям. Это 1772 год, Венеция. Сейчас коробки с книгами распаковывают, восстанавливают каталоги. С нетерпением ждут переезда. Сотрудники просчитывают количество фонда, находящегося здесь, для того, чтобы иметь потом четкий план для перемещения в новое хранилище. Первых читателей в новом здании на старом месте рассчитывают принять через полтора года. Дарья Окунева, Павел Глузунов, Виктория Гагуа, Вести. Первое в Петербурге пространство для совместной работы художников и ученых открыли в университете ИТМО. В этой мастерской можно создать и представить публике проекты на стыке искусства и науки. Репортаж Анны Лавроновой. Сухая бактериальная целлюлоза, крепкая как пластик, это находка для дизайнеров одежды. О создании проекта второй кожи для человека и применении своих научных открытий рассказывает молекулярный биолог из Мексики Лаура Родрегес. Сейчас в одной из научных лабораторий Петербургского университета ИТМО молодая ученая выращивает бактериальную целлюлозу, известную в народе как чайный гриб. Это предмет еще одного научного исследования. Мембрана реагирует на свет. При поддержке ученых ИТМО Лаура создала прибор, который посылает импульс человеку. Это своего рода метафора прикосновения. Через целлюлозу проникает свет и конвертируется в электрический сигнал. Вы почувствуете, как детекторы передадут сигнал на платформу. Да, я ощущаю вибрацию. В ИТМО для ученых, балансирующих на грани науки и искусства, действует уникальная для России магистрская программа «Арт энд Сайз». Это мастерская для творческих экспериментов. В университетском арт-пространстве на биржевой линии 16 открыта первая выставка художников с научным бэкграундом. Выставка называется «Режимы доступа». Это термин, который использует английский философ Тимоти Мортон для того, чтобы описать наши способы взаимодействия с вещами или объектами. Под вещью и объектом можно понимать все, что угодно, а режимы доступа — это то, как мы с ними взаимодействуем. Например, если взять для примера яблоко, то мы можем яблоко на него смотреть, мы можем яблоко кусать, мы можем яблоко кидать. По словам кураторов, ученые и художники похожи тем, что делают привычные вещи странными, исследуют и открывают неожиданные стороны предметов. Это объектив зеркального телескопа, состоящий из двух зеркал. Вот такая вот интересная конструкция, которая сделана была примерно 50 лет назад. Полвека спустя зеркальная оптическая система стала основой для инсталляции художницы и инженера оптических систем. Этот телескоп, нужно понимать, что он заточен работать на большие расстояния, смотреть на звезды или смотреть на Землю из космоса. И поэтому показать работу его проблематично в закрытом пространстве. И мы решили симулировать его работу, используя проектор. Еще одна необычная историческая интерпретация видео-арт Итана Авиллы, ученого из Мехико. Художник создал комбинацию так называемых генеративно-состязательных нейросетей. Материалом для них стали 24 античные скульптуры, а также портреты исторических личностей. Нейросети искусственный интеллект пытаются изобразить, как эти статуи выглядели бы, если бы они были живыми людьми. Анализируются тысячи изображений, совмещаются с лицами статуи. Художники говорят, попытки объединить несовместимое делают науку доступнее. После завершения выставки открытой арт-пространства трансформируются в мастерскую, где каждый сможет провести свой научно-художественный эксперимент. Ведь порой заданный вопрос даже важнее сформулированного ответа. Границы науки расширяются, она заходит в том числе и в гуманитарную область. Границы искусства расширяются, заходят тоже в какие-то области уже научные. И вот на этих расширениях, на стыках мы начинаем создавать нечто свое. Мы говорим, что эти стыки не случайны, это не случайное совпадение, а это место, где, наоборот, нужно создать проблематику и начать ее изучать. Искусственный интеллект и химические реакции — это тоже инструменты, которыми можно пользоваться, так же, как, скажем, карандашами или резцами. У каждого человека есть свои режимы доступа к науке, и искусству стоит лишь найти баланс между ними. Анна Лаврунова, Сергей Скрипкин, Константин Никитин, Петербург. Финалисты чемпионата «Артмастерс» объединились с участниками форума «Таврида». Собравшись в Крыму, они вместе воплощают в жизнь творческие идеи. Какие расскажет Анастасия Бетина. Этнические мотивы, эффектные костюмы и новые смыслы. Ночное время — самое подходящее для завораживающих постановок уличного театра из Татарстана. А вот уже при свете дня его артист Роман Пранько делится переживаниями, связанными с профессией. Из города в город, на фестиваль в фестивале. Это какое-то фантастическое, мне кажется, чувство внутри создается, когда ты каждый раз видишь новую публику. Люди везде отличаются, но они встречают тепло. Всем нравится уличное искусство, и люди не хотят отпускать. Директор театра из Санкт-Петербурга Олег Скотников здесь читает лекции и проводит мастер-классы. По его словам, сейчас самые передовые направления в театральной индустрии — интерактивный, ландшафтный и уличный театр. Последние 5-7 лет в России активно развивается эта история. Очень много связей с ситуационным туризмом, с креативными городскими пространствами. Пространство есть, а контента в них нет. Как раз уличный театр — это то, что может дать полноценный, творческий, культурный контент. По словам режиссёров и актёров, на творчество их вдохновляет крымская природа. А здесь, в арт-кластере Таврида, ещё и оригинальные арт-объекты. Например, вот эта раковина, как будто со дна Чёрного моря. На площадке арт-кластера состоялось заседание Наблюдательного совета национального открытого чемпионата творческих компетенций — «Артмастерс». Это новый масштабный проект, в котором соревнуются представители творческих профессий от композиторов-аранжировщиков до художников сцены. В обсуждении промежуточных результатов чемпионата и его коллаборации с форумом Таврида участвовали первый заместитель и руководитель администрации президента России Сергей Кириенко, министр культуры России Ольга Любимова и многие представители сферы культуры и образования. Проекты финалистов чемпионата «Артмастерс» на площадке Таврида оценили приглашённые эксперты. Появление такого проекта, как «Артмастерс», является для нас очень большой поддержкой и подспорьем для того, чтобы дети, чтобы молодёжь приходила в профессию раньше. На самом деле наша профессия, наша отрасль – это такая смесь творчества и технологий. Финал чемпионата пройдёт с 12 по 15 октября в Москве. Победители представят свои проекты на сцене Большого театра. Анастасия Бетина, Олег Кужель и Владимир Казанцев. Вести. Крым. Премьера фильма Олега Погодина «Конёк-горбунок», снятого при поддержке телеканала «Россия-1», запланирована на февраль следующего года. А пока в Пскове открылась выставка костюмов, созданных для новой экранизации сказки Ершова. Уникальные наряды для фильма создавались почти 9 месяцев. Несмотря на то, что «Конёк-горбунок» – это сказка, костюмы, признаются художники, исторические. Это, безусловно, исторический костюм, народный костюм, но выполненный современными средствами, зачастую с применением новых технологий. Например, воротник этого наряда героини Паулины Андреевой выполнен с использованием 3D-принтера. Я не ожидала, что это будет прямо такая настоящая ручная работа. И вот, например, вот эти вещи, которые, новое введение, такие, типа гальмонизированных вот этих вот веток. Ну, это интересные штуки, листья гальмонизированные. Это же настоящие листья и ветки. Они залиты в металл и внедрены в костюм. Всего для фильма было использовано 500 костюмов. Это первая выставка костюмов после съёмок в регионах. Мы показывали костюмы в Москве в ГУМе, но ощущение человеческого чего-то и именно счастья для художника, мне кажется, достигается только у нас, именно в русских городах. Несмотря на сложность подготовки, костюмы кажутся вполне удобными. Во время съёмок актёры в них выполняли несложные трюки. В смысле? Про мысли! Да ты что? Да! Посмотреть на сказочные костюмы в Пскове можно до конца октября. Игорь Данилов, Денис Алексеев, Вести, Псков. Народная артистка СССР Вера Васильева отмечает юбилей. Торжественный вечер в честь дня её рождения должен был пройти сегодня в театре сатиры. Но актриса не захотела подвергать зрителей опасности заразиться коронавирусом и решила перенести праздник на другое время. Ко дню рождения актрисы наш канал подготовил большую программу. Художественный фильм «Свадьба с приданным», запись спектакля «Роковое влечение», а также программу «2. Верник 2», посвящённую творчеству актрисы и «Бенефис» Веры Васильевой. «Без песенки начать никак нельзя, а вы, пожалуйста, включайте телевизор. Сегодня главной роли буду я, когда-то это звали Бенефисом. Здравствуйте, здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте! Как хорошо, что вы все собрались! Сегодня мы вам готовим, готовим сюрприз. Сегодня бенефис! Сегодня бенефис! Сегодня бенефис! После выпуска новостей смотрите программу «Наблюдатель». Встреча посвящена Фридриху Гегелю. В гостях ведущий Фёклы Толстой, кандидат философских наук, педагог Пётр Резвых, кандидат философских наук Иван Курилович, историк культуры философ Александр Марков, а также художник-теоретик искусства Дмитрий Пгутов. Этот выпуск подошел к концу. Всего доброго и удачного дня! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова